Культура И приносит благие плоды, а в другом загнивает, порождает уродство, приводит к моральному кризису обществу, кризису культуры, подменяется антикультурой, перерождается, как здоровая ткань организма перерождается в раковую опухоль, нежизнеспособную. Дискуссии о культуре должны вестись постоянно. Главное, они не должны перерастать в бессмысленные разговоры и в предмет пререканий между политически ангажированными людьми, которые расставляют идеологические акценты в дискуссии о культуре. Такие споры, простите, нарциссов. Это как евангельская смоковница. Такие споры не приносят плода. Культура – это общее народное достояние. Попечения о ней нельзя превращать в способ стяжания личной выгоды, не обязательно материальной. Но на каком основании вести сегодня диалог о культуре? Как известно, чтобы спор был продуктивным, его сторонам заранее надо договориться об основных понятиях, о базовых терминах и категориях. Так же и в случае с культурой. Мы не можем добиться никаких позитивных перемен, никакие изменения в культуре не будут успешными, если в обществе не будет, как теперь говорят, консенсуса, а по-русски, если кто еще помнит, соглашения. По поводу базовых ценностей, общего согласия по поводу того, что для нашего народа ценно, свято, непререкаемо, неотторжимо от национальной жизни, что является действительно фундаментом национального бытия. Эти ценности, в первую очередь, лежат в нравственной плоскости, потому что нравственность неизменна.